Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня ночью, в 2 часа ночи, я буду учиться быть лучшим человеком с помощью виртуальной аудиокниги. И при этом, я буду, чтобы не тратить время зря, расчесывать свои шикарнейшие волосы. Ну что ж, не будем оттягивать такое удовольствие. Сразу приступим к делу. Сейчас я включаю на айфончике своем. Я включаю воспроизведение и начинаю обучение. И одновременно уход за волосами. Начни задавание себе правильных вопросов. Например, что я должен сделать неправильный? Правильно задать себе три вопроса. Чего я хочу? Почему я этого хочу? И как этого достичь? Управление временем, производное от управления жизнью. Разделяй. Очень важно, когда шаричный кинус инструмент разделения времени на определенный период. Обычно мы не отдаем 100% своего внимания тому делу, которым занимаемся. Мы делаем большинство дел не в полную силу. А ведь еще царь Соломон говорил, все, что ты будешь делать, делай в полную силу. Поэтому, когда ты будешь планировать свою жизнь и деятельность, разделяй ее на периоды. Например, я пока не узнал об этом правиле, никогда не ездил отдыхать. Я думал, я ведь занимаюсь любимым делом. Почему я должен прерываться? Это приводило к тому, что периодически моя продуктивность резко падала. Я выпадал на день-два в состоянии апатии. Я продолжал работать. Но что это была за работа? Когда апатия проходила, я все равно не возвращался к прежнему уровню воодушевления и переключался поэтому на новое дело. Это продолжалось 10 лет. Я начинал прекрасные дела, связанные с образованием, благотворительностью. И начав, отдавал их другим людям, а сам брался за новое. Из-за того, что я не разделял работу и отдых, мне приходилось постоянно переключаться на новые формы деятельности, чтобы сохранить воодушевление. Чтобы этого не было, планируй обязательно свой отдых. Когда ты отдыхаешь, ты не работаешь. Когда ты работаешь, ты не отдыхаешь. Когда ты пишешь книгу, телефон отключен. Когда ты звонишь по телефону, никто не может тебя отвлекать. Но когда ты говоришь с тем-то, ты не можешь отвечать на телефон и звонить. Ты обязательно что-то упустишь и там, и там. Будь на 100% в том деле, которым занимаешься, и ты будешь суперэффективным человеком. Планируй, четко разделяй работу на виды и выделяй периоды полного отдыха от работы. Time management. Управление временем – это производная от управления жизнью. Только если у тебя есть четко выверенная система ценностей, то есть ты знаешь, что для тебя наиболее важно, ты можешь эффективно управлять своим временем. Порядок приоритетов. Вот пароль всех успешных людей. После того, как ты четко проработал заповедь определить цель, все свои жизненные цели, и напоминаешь себе о них каждый день, вложась вставая, аффирмации, визуализации, вся твоя жизнь выстроится вокруг достижения этих целей. Когда ты впервые почувствуешь раздражение во время того, когда ты в течение дня занимаешься чем-то, что не ведет тебя к достижению одной из твоих целей, устроил для себя праздник. Ты победил хаос. У тебя внутри появился индикатор направления, который будет тебя поддерживать и указывать направление. Знай, что все время, которое ты проводишь в действиях по достижению твоих целей, это твоя жизнь и вклад, который обязательно принесет прибыль. Есть волшебный вопрос, задавая который, ты также сможешь упорядочить свою жизнь. Во время любого действия задавай себе вопросы. Зачем я это делаю? Какой из моих целей это меня ведет? Если никакой, бросай это немедленно и бери за то, что действительно для тебя важно. Это правило победителей. Сейчас, дорогой читатель, я приведу несколько упражнений, которые помогут тебе более эффективно управлять собственным временем. Упражнение «Растрачите времени на работе» на странице 114. На странице 115 ты найдешь упражнение «Среднее время», которое ты отдаешь разным частям своей жизни. Убийцы личного времени. Телевизор. Если умножить 3 часа просмотра телевизора в день на 365 дней, то получится 1095 часов. Рабочий день человека длится 16 часов. 24 часа в сутки минус 8 часов сна равно 16 часов. То есть, тот, кто смотрит 3 часа в день телевизора, 68 рабочих дней в году проводит за просмотром телевизора. 68 дней некоторые люди проводят на трибунах, наблюдая, как изображают жизнь каких-то игроков, которые играют и выигрывают. Ты мог бы выиграть множество игр, заработать много денег, получить много нового за эти 68 дней в году. Телевизор – это убийца личного времени. Чужие обезьяны. Есть известная притча о человеке, который пришел на рынок и встретил малознакомого человека, который попросил его несколько минут поддержать его обезьяну. И ушел. А человек остался с обезьяной, которая хотела есть и требовала огромного внимания. Человеку было неудобно ее выбросить. Помните заповедь «Почини страх»? Ему было важно, что подумают люди. Он ходил с ненужной ему обезьяной на рынок, искал того человека. Так и мы часто ходим с делами других людей, которые и делать не хотим, и не делать не можем. Помните фильм «Вокзал для двоих»? Про «Посторожи дыни» несколько минут. И чем все закончилось? Умей отказывать. Ты сможешь сказать кому-то «нет», если у тебя есть внутри пылающая «да». Если ты стремишься каждую минуту к своей цели, то ты сможешь сказать «Извини, я очень занят». Хочу тебе помочь, но у меня уже есть обязательства перед другим человеком. Перед собой. Второй убийца личного времени – это чужие обезьяны. Третье. Общение с неприятными людьми. Они не только пожиратели времени. Они пожиратели энергии и оказывают вредное влияние на твой внутренний мир. Это касается злодеев, пессимистов, негативщиков всех мастей. Нервных, недовольных, глупых и завистливых. Всех этих и им подобных нужно категорически избегать. У тебя всегда есть ответ. «Извини, я должен идти. У меня есть обязательства перед одним человеком, которому я обязан всем и которому я должен обязательно помочь. До свидания». Кстати, ты прочитал книгу «Десять заповедей успеха?» Если нет, то читай быстрее. Ты, конечно, понял, что тот замечательный человек, перед которым у тебя есть огромное обязательство – это ты. Сделай на следующей неделе следующее упражнение, которое приведено на странице 117. И ты обнаружишь, какой из трёх убийц личного времени наиболее мешает тебе в твоей жизни. Итак, ты уже начал выполнять четыре заповеди успеха. Ты взял стопроцентную ответственность за всё, что с тобой происходит. Ты выбираешь всё, что имеешь. Вся твоя жизнь – это последствия твоего выбора. Ты починил страх, и теперь он работает на тебя. Если ты выбираешь бояться, то ты боишься быть только трусом и оставаться на месте. Корабли сзади уже горят. Ты определился со своими целями и понял, чего ты на самом деле хочешь. Ты понял, как этим зарабатывать себе на жизнь, и даже составил план по достижению цели. Смоделировал его с учётом опыта успешных моделей. С тех, кто уже достиг подобных целей. Теперь пришло время для пятой заповеди из десяти заповедей успеха. Эта заповедь действует. И перед тем, как ты начнёшь прослушивание или чтение пятой заповеди успеха, заполни таблицу на странице 119. И только после этого переходи к пятой заповеди успеха действуй. Заповедь пять. Действуй. Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. Народная мудрость. Путь в тысячу миль начинается с первого шага. После того, как ты определился со своей целью и составил подробный план действий, наступила пора действовать. Без действий невозможно достигнуть цели. Но действовать нужно с умом, постоянно проверяя, насколько ты приближаешься к реализации твоей цели. Нужно постоянно контролировать процесс и держать руку на пульсе. Если ты видишь, что действуешь, а продвижения нет, нужно проверить свои действия. Может быть, стоит их изменить? Внимательно присматривайся к действиям тех, кто уже достиг тех целей, которые ты только собрался достичь. Моделируй свои действия, то есть старайся действовать так, как действуют они. И по качеству, и по количеству. Разница между людьми. Или что мешает тебе действиям? На моих семинарах я иногда делаю такое упражнение. Я достаю 100 долларов и спрашиваю, кто хочет деньги? Многие поднимают руки и кричат, я хочу. Я еще спрашиваю, кто хочет деньги? Еще больше рук поднимается, и в ходе прибавляется голосов, я хочу, я хочу. Потом кто-нибудь встает, подходит ко мне и берет эти 100 долларов. Я говорю остальным, вы видите сейчас разницу между хочу и действую. Вы все хотели получить эти 100 долларов, а действовал для того, чтобы их взять, только один из вас. И виновных и получил. Теперь каждый обратите внимание на то, какие мысли вас останавливали, мешали встать и сделать это. Что говорил маленький голос в вашей голове, чтобы вас остановить? То, с помощью чего он остановил вас сейчас, это то, чем он вас останавливает всегда, мешает действовать для достижения ваших целей. Это может быть, не лезь, что подумают люди, или посмотрим, что будет дальше, или тебе не нужны эти 100 долларов, или любой другой вариант, который остановил вас сейчас. Подумай, как поступил бы ты в этой ситуации? И что говорит твой маленький голос сейчас? И что бы он сказал тогда? Именно эта останавливающая мысль является твоим первым препятствием на пути к действиям, на пути к успеху. Как с ней бороться? Поменяй ее на вдохновляющую, побуждающую к действиям аффирмацию. Создай для себя внутренний девиз, вдохновляющий тебя на победы. Сейчас я расскажу тебе, как это делать. Аффирмации и визуализации это первые суперэффективные действия, с которых начнется твой удивительный путь к успеху. Я всегда верил в волшебство. Сидя без дела в этом городе, я каждый вечер поднимался на Малхаланд-Драйв, растидывал руки, и, глядя на город, говорил, со мной хотят работать все. Я действительно хороший киноактер. Меня ждут великолепные предложения. И повторял эти слова снова и снова, много раз, буквально представляя себе, что уже ангажирован в пару фильмов. Потом спускался с холма, готовый покорить весь мир, думая, предложения сниматься ждут меня прямо там, просто до меня они пока не дошли. Именно таким тотальным аффирмациям лекарства от хандры научили меня еще в детстве дома. Так говорил Джим Керри, киноактер. В 1975 году Джим Керри, тогда молодой, пытающийся пробиться в Лос-Анджелесе, комик из Канады, выписал себе чек на 10 миллионов долларов. Он датировал его Днем Благодарения 1995 года и снабдил надписью «За особые заслуги». Джим положил в чек бумажник и всегда носил с собой. Оптимизм и упорство Керри окупили старицы. В 1995 году уже вышли фильмы, которые сделали его знаменитым. И он начал зарабатывать по 20 миллионов долларов за фильм. После смерти отца Керри положил ему в гроб свой знаменитый чек как дань человеку, который пробудил в нем желание стать звездой и научил действовать, чтобы это стало реальностью. Аффирмации. Если ты откроешь Библию, то удивишься, когда прочитаешь, что Бог творил этот мир своими словами. В самом начале 10 раз написано «И сказал Бог, и стало так». Десятью изречениями был построен этот мир. Ты помнишь, что мы сделаны по образу и подобию Бога? Но у него нет образа и подобия, говорят мудрецы. Как же мы можем быть созданы по его образу? Мы можем творить так же, как он творил. Своими словами. То, что мы имеем сегодня, последствия того, что мы думали, говорили и делали вчера. Наше завтра будет последствием того, что мы думаем, говорим себе в уме или визуализируем. Говорим вслух другим людям или во время молитвы Богу и делаем последствия наших решений сейчас. Сейчас ты создаешь свое будущее. Это мы притягиваем в свою жизнь все события. Как притягивать то, что ты хочешь притягивать. 99% людей большую часть своего времени думают о своих проблемах. И что они имеют? Они имеют хронические проблемы. 1% людей постоянно думают о своих целях, о том, что они хотят получить. И они получают это. 80% мировых богатств принадлежат 1% людей. Секрет этого 1% ты можешь узнать, посмотрев фильм «Секрет». Он прост. Думай и говори о том, что ты хочешь получить. И ты это получишь. Если ты думаешь и говоришь о проблемах, ты получишь проблемы. Если ты думаешь и говоришь о своих целях, ты их достигнешь. Аффирмации это специально сформулированные короткие высказывания, повторяя которые как мантры, ты строишь свое будущее. Ты сам творишь его. Самое лучшее время для аффирмации и визуализации утро и вечер. Время, когда ты встаешь или ложишься спать. Когда ты только проснулся и когда ты засыпаешь, ты находишься в полусне. Ученые называют это состояние альфа-состояние или транс. Твое подсознание открыто для ввода в него информации и сознания. Ты в любом случае что-то вводишь. Только не зная об уникальности этого времени и осилия твоих слов, ты мог начинать одним словами «Как меня все достало», «Все козлы, не хочу вставать», «Хорошо было болеть» и так далее. В этот момент ты себя программируешь. Всех козлов в своей жизни ты создал сам. Поэтому давай наведем порядок в этом деле. Составим хорошие аффирмации, напишем их на карточках. Лист бумаги формата А4 разрежь на 4 или 8 частей и у тебя получатся прекрасные карточки для аффирмаций. У тебя уже есть сформулированные цели во всех основных областях твоей жизни. Представь, что ты достиг их. Ты помнишь, что такое цель? Это мечта со сроком достижения и конкретными размерами. Теперь просто опиши в 3-4 предложениях, используя правила, представленные ниже, в момент, когда ты достиг своей цели. У тебя 8 целей. Напиши 8 аффирмаций. Итак, правила составления аффирмаций. Первое. Начинай с я и плюс глагол. Глагол должен быть в настоящем времени. Как будто то, что ты хочешь сказать, происходит сейчас. То, что ты хочешь сделать, происходит сейчас. Например, ты хочешь бегать в будущем, ты говоришь я бегаю по берегу моря. А на самом деле ты лежишь в кровати дома. Просто ты мечтаешь о том, чтобы бегать каждый день по берегу моря. Так и говори я бегаю по берегу моря. Это пункт 2. Глагол должен быть в настоящем времени. Три. Аффирмации – это только позитив. В аффирмации должно быть то, что ты хочешь, а не то, что ты не хочешь. Например, правильно сказать «я смело выступаю перед тысячной аудиторией» – это правильно. А вот сказать «я не боюсь выступать перед тысячной аудиторией» – неправильно. Не запрещено в аффирмации. И желательно в жизни тоже не употреблять негатива, только позитив. Четвертый путь. Будьте кратки. Аффирмация, она как рекламный лозунг. Должна легко запоминаться и постоянно крутиться в голове. Максимум 3-4 предложения. Пятый путь. Будьте конкретны. Скажи конкретно, что ты хочешь. В компьютере, когда ты пишешь адрес, www. и так далее, ты должен правильно указать все знания до последнего знака, до последней детали. А то придешь не туда. То же самое в аффирмациях. Будь конкретен. Шестое. Говори в настоящем времени. Употребляя наречия всегда, постоянно, уверенно, твердо. Эти наречия придают твоему глаголу активность и протяженность во времени. Седьмое. Используй слова, выражающие живые эмоции. С наслаждением, с кайфом, радостно, воодушевленно, с восторгом, с любовью. Все эти слова наполняют твою аффирмацию эмоциональной силой. Сравните. Я держусь в хорошем весе 70 килограмм. Хорошая аффирмация. Или я летаю словно птичка высоко и далеко, поднимаю свои 70 восхищенно и легко. Конечно, вторая аффирмация более эмоционально включает, чем первая. Хотя первая тоже хорошая. Восьмой путь. Аффирмация должна относиться к тебе, а не к кому-то другому. Например, как прекрасно, что я управляю своими эмоциями. Это правильно. Как прекрасно, что люди перестали меня злить. Неправильно. Они не перестанут. Только ты можешь научиться реагировать по-другому. Девять. Каждой аффирмации добавляй в конце слова или еще лучше, открывая себе поле для дальнейших улучшений. Десять. Добавляй в конце. Бог любит меня и дает мне все это. Так ты включаешь божественную поддержку. Когда и как говорить аффирмации? Первое. Самое важное говорить аффирмации утром и вечером, ложась и вставая. Это лучшее время для аффирмации. Второе. Читай их вслух. Нужно произносить эти слова. Если ты говоришь их в уме, это меньшее воздействие. Третье. Представляй, что сейчас ты ощущаешь именно то, о чем говоришь. Именно находись в этом моменте. Четвертое. Чувствуй те эмоции, которые будешь испытывать тогда. Пять. После аффирмации и визуализации сразу молись Богу, чтобы Он дал тебе то, что ты просишь. Это очень важно, заканчивать молитвой и понимать, что результат, который ты получишь, всецело зависит от его решения. Ты своими действиями, аффирмациями, визуализациями, молитвами делаешь запрос, а он, получив этот запрос, сопоставив его с остальными запросами твоими и других людей, выдает результат. Этот результат мы называем реальностью. Визуализация. Визуализация или действие по созданию в своем воображении неотразимых и ярких образов, пожалуй, является одним из самых малоиспользуемых инструментов успеха, данных нам Богом, которые помогают значительно быстрее достичь успеха в любой области. Джек Кенфилд, автор бестселлера. Есть три причины, почему нужно каждый день заниматься визуализацией. Визуализируя свои цели и себя, имеющего все новые качества, необходимые для их достижения, ты включаешь механизмы творения, которые создают на небе это будущее. Второе. Ты получаешь мотивацию для достижения этих целей. Твое подсознание связывает удовольствие с движением в этом направлении. А, как известно, нет вещи в мире, которая может устоять перед желанием. И третье. Ты создаешь уже сейчас позитивный эмоциональный настрой, так как наши эмоции это последствия того, на чем сосредоточен фокус внимания. Если твое внимание на позитивном будущем, у тебя есть позитивные эмоции. А если твое внимание на проблемном настоящем или мифическом проблемном будущем, большинство постоянно визуализирует будущие проблемы, то твои негативные эмоции перетягивают негативные события. Бери записи со своими целями и вперед. Создавай рекламные клипы своего будущего. Представляй, что ты достиг своих целей. Создай рекламный фильм «Я достиг своих целей, и кайфую». Цена за минуту рекламного времени на телевидении давно перевалила за сотни тысяч долларов. Нам показывают рекламные ролики, чтобы запрограммировать подсознание. Они побуждают нас идти и покупать то, что показывают. Делай то же самое у себя в голове. Создай ролик своего будущего, просматривай его по нескольку раз в день, и твое подсознание пойдет и купит это будущее. Один из законов мироздания гласит «Глаза видят, сердце хочет, рутиноди делают». Теперь переходим к практическим советам, как написать сценарий для визуализации, где и когда визуализировать. Инструкция для визуализации. Первое. Цель визуализации – увидеть свои цели, достигнутые. Второе. Визуализация должна соответствовать следующим критериям. Первое. Что нужно спросить себя, как я узнаю, что достиг цели. Второе. Что я увижу, что я услышу, что я почувствую, когда достигну цели. Третье. Что будет меня окружать? Кто будет меня окружать? Где это будет происходить? Как я буду действовать в этот момент? Что я буду говорить? Какими способностями я обладаю? Какие у меня убеждения и ценности? Кто я? Ответь на все эти вопросы, и у тебя получится прекрасный рекламный ролик, где ты достиг своей цели, где ты увидишь себя таким, каким ты должен стать для того, чтобы эта цель была достигнута. Третье правило визуализации. Визуализация должна сопровождаться звуками, эмоциями и ощущениями в теле. Во время визуализации ты должен войти в это состояние и сохранять его как можно дольше уже сейчас. Почувствуй те эмоции, которые придут, когда ты достигнешь цели. И четвертое правило. Ну что ж, на сегодня миссия выполнена. У меня прекрасная мужская шевелюра. У меня прекрасный тренинг, тренинговый. У меня прекрасный тренер, который дает мне тренинговые книжки по реализации самого себя как личности. Более того, у меня есть соответствующее желание. Я вижу, что все хорошо. И так же сам желаю, чтобы у вас тоже было все хорошо. Это канал Буфляр. Это канал сильного человека, большой души и крепкого, доброго сердца. Будьте лучшими, подпишитесь и поставьте лайк. Пока-пока.